Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вновь вас приветствовать у себя на канале, где я показываю стильные классные находки с Алиэкспресса. Сегодня мы будем снова вместе распаковывать посылки. Вы очень любите рубрику, и я тоже очень это люблю. Но перед просмотром обязательно попрошу вас подписаться на этот канал, если все еще не нажали на эту кнопочку. Мне будет очень приятно. Также нажимайте на лайк и обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Погнали, будем начинать! Сегодня начинать я хочу с аксессуаров. У меня несколько пляжных, ну не только пляжных, конечно же, соломенных сумок. И я думаю, что летняя такая вот прям активная летняя тематика уже будет не всем так актуальна скоро. Наверное, вы уже думаете про осень, да? Напишите мне обязательно в комментариях, стоит ли уже начинать осенние обзоры, либо лето еще для вас актуально. Было бы, конечно, прекрасно, потому что у меня летних посылок еще очень много, делать распаковки с летней одеждой. Но, наверное, будем миксовать. Сегодня несколько пляжных сумочек. Посмотрим. Здесь у меня прямо такая матрешка одна в другой. Видимо, несколько размеров. И еще другая модель, другой бренд. Начнем вот с этой под бренд Прады. Здесь есть шильдик с надписью бренда. Кстати, я знаю, что многие любят такие вот актуальные, популярные модели, но не любят прямо копии, чтобы был нанесен бренд. Предпочитают, чтобы не было никакого. Как у меня, например, белая моя любимая сумочка под Прадо Клео. Там на ней есть треугольный шильдик, но нет именно надписи Прада. И больше никаких тоже надписей. Так что как будто бы это и не копия. Я ее ношу. Вот такие явные копии я сама не люблю носить. И я думаю, что в этом случае, если вы как я, можно вот этот просто отпороть. Но вообще это, мне кажется, не все, конечно. Большинство, наверное, покупают такие сумки только лишь из-за нанесенного бренда. Она, в принципе, неплохо сделана. Здесь плотненькая солома, не бумажная. Знаете, бывает совсем такая тоненькая, а здесь она плотная. И мне кажется, что лямки сделаны из натуральной кожи, хотя может быть и хорошая, искусственная. Она переплетением сделана, очень приятно, тактильно. Внутри у этой сумки нет никакого текстильного отделения, косметички дополнительные, абсолютно ничего. То есть здесь есть один карман на кожаной вставке, он на молнии. И напротив него просто тоже кожаный такой вот лейбл с надписью, с гравировочкой Прада. И все, закрывается эта сумка на молнию. На бегунке у молнии надписи нет. Не знаю, должна она быть или нет. Ну, вот такая вот малышка. Она немножечко помялась, но, как правило, соломенные сумки легко выправляются. Их можно даже и отпарить, но вообще можно просто набить чем-то. Она постоит во влажном где-то месте и сама выправится. Вторая соломенная сумочка тоже у нас с надписью, с шильдиком треугольным, с брендом. Она в форме ведерка сделана, она поменьше размером, но у нее внутри есть кожаное отделение. Оно несъемное, оно пришито и оно на кнопке магнитной. А если его отодвинуть в сторону, то там также пришит шильдик крупный, кожаный с надписью бренда. Сделана она хорошо, мне нравится. Но есть, конечно, на ремне, на ручке этой сумки какие-то неровные, именно вот неровная обработка швов, когда запаивают шов вот этой вот кожи такой вот резиновой штучкой. Она здесь в некоторых местах отлезла уже, хотя эту сумку я только получила. Но так в целом, если к ручке, конечно, не придираться, ее не рассматривать очень близко, то сумка неплохая. Она не идеальная, конечно, это не один в один копия, это такой бюджетный вариант. Но вот еще клей я заметила в месте, где пришит, прибит, вернее, приклеен этот шильдик треугольный с надписью Prado к соломе. Прям торчит этот клей, это тоже не очень такой аккуратный момент. Но сумка по форме неплохая, не сильно помялась. Вот, ну такая бюджетная копия. Дальше посмотрим сумку с другим брендингом. Как правило, продавцы скрывают фотографии, они либо вообще какие-то другие фотографии используют, других сумок, на которых непонятно, что это бренд, либо они просто закрывают именно вот эти надписи. Но если продавцы закрывают просто в фотошопе, либо где-то в других программах надписи, то все равно ссылку потом быстро удаляют, потому что сразу понятно, что это за сумка по форме. Так что, да, ссылки эти, как правило, очень быстро разгорают. Здесь внутри у нас в отдельном пакете лежало вот такое отделение, которое вставляется в сумку, и в нем вы носите свои вещи. Но его можно и не использовать, если вам оно не нравится. Но вообще оно на контрасте будет вот так вот немножечко отсюда вываливаться, и это интересно смотрится. Сумка с надписью бренда, с такими крупными ручками из ткани хэбэшной, на которой нанесен вот этот самый бренд. Был черный цвет ручки и вот такой вот беленький. Помню, других каких-то расцветок не было. Дно сумки с такой круглой кожаной вставкой, также с надписью бренда Клоэ. И внутри отделение холщовое, которое затягивается, я вам его только что продемонстрировала. Если его убрать, то в сумке больше нет ничего, только лишь одна нашивка, также с логотипом бренда. Эта сумка мне нравится больше, чем предыдущие по качеству, по ее внешнему виду, по исполнению. Но опять же, это, конечно же, ни в коем случае не один в один. Просто сумка похожая на известный бренд. Такие сумки сейчас очень актуальны. Они еще и в прошлом году были актуальны. Меня девчонки просили найти, показать. Вот, нашла, показываю все честно. Я думаю, что на один сезон, так вот на пляж куда-то сходить с такой сумкой красивым. Да, хорошо, неплохо. Но, конечно, не заверяю, что здесь просто супер топ качества. Дальше, среди летних, совсем таких летних находок у меня здесь от Beauty Day пришли тапки. Кстати, дошли они достаточно быстро. Я думаю, что даже меньше, чем две недели. Они вот такие вот интересные, в желтом цвете я взяла, но они есть еще в светло-молочном, если вы яркие цвета не любите. Кстати, тапки сделаны очень хорошо, потому что у меня было много подобных салей из бюджетного сегмента тапок с квадратным мыском и с такой плетеной кожей, который имитирует популярный один бренд. Так вот, эти, конечно же, the best. Но это Bo2Day, да, я опять его неправильно назвала, Bo2Day бренд, так что у него всегда прекрасное качество. Я еще иногда прошу у них промокоды, иногда не даю, так что если будет, я обязательно пущу по экрану и также продублирую в описании под видео. У этих сандаликов размер 240, как правило, у Bo2Day он мне подходит хорошо, я обязательно также отпишусь. Здесь все швы строчки ровненькие, ничего не торчит, прошита в тон основе, основа кремового цвета. Подошва плоская, она без какого-либо протектора, то есть она, возможно, будет скользкой, но есть еще такой вот силиконовый каблучок. Сделано очень аккуратно, я думаю, на ноге они будут смотреться классно для пляжа, с купальником, с каким-нибудь ярким, вот так вот с соломенной сумкой, не обязательно с этой, с брендом, можно с любой другой. И с каким-нибудь ярким сарафаном, просто круто. И давайте посмотрим на сарафан. Конечно, с этими желтыми тапками я бы его не надевала, мне кажется, он более в таком минималистичном стиле. Я бы к нему какие-нибудь нейтральные черные, бежевые тапки подобрала. Ну, не тапки, не обязательно тапки, босоножки, я очень люблю этот сарафан. Я его заказываю во второй раз. Это магазин UK Fashion, это льняной сарафан. Почему я его заказываю во второй раз, как всегда, меня спросят, зачем. Потому что я его подруге отдала, у меня подруга в отпуск в прошлом году собиралась и забрала у меня этот сарафан. Это 60% вискоза, 35% лен и 5% хлопок в составе самого платья. И в подкладке 10% хлопок и 90% полиэстер. Подкладка здесь по всей поверхности платья пришита. Если вдруг эта подкладка вам доставляет дискомфорт, и вы бы хотели его облегчить, чтобы здесь было не два слоя ткани, а все-таки один вот этот льняной, то это можно сделать. Конечно, можно ее аккуратненько отпороть, но благодаря ней платье смотрится не как пляжный сарафан, а как нарядный, красивый вариант. Его можно и вечером где-то на курорте надеть с босоножками, с тоненькими перемычками на небольшом каблуке. Будет просто вау. Ну и в городе, конечно, выгуливать даже с тандалиями деда тоже классно. У него открытая спинка с такими перекрестными черными контрастными лямками. Это платье я очень люблю, оно очень классное, так что буду его носить. Очень рада, что оно все еще есть на Али, потому что оно уже давно на самом деле на Али. Мне кажется, года три. Дальше посмотрим новинки. Не то, что уже давно на Али есть, а какие-то новые позиции. И здесь я взяла, не помню, то ли в Тангайде, то ли в магазине Аома. Мне кажется, что все-таки это Аома. Хотя могу ошибаться. В общем, это на самом деле очень похожие магазины, потому что у них ассортимент иногда бывает полностью одинаковый. Так вот, вот такой вот комплект из ярко-розовой юбки-карандаш с такими, как бы это назвать, с веревочками сверху. Это тренд, потому что здесь будут разрезы, если какой-то топ сверху надеть, и все вот так вот будет красиво подчеркнуто вот таким тоненьким ремешком. Качество, конечно, здесь нехорошее. Очень тонкий материал, и не уверена, что красиво на фигуру сядет, потому что вот этот тонкий материал может подчеркивать абсолютно все, даже то, чего нет. Здесь стопроцентный полиэстер в составе, он такой вот шершавенький. Опять же, это вариант буквально на один раз надеть, куда-то эффектно выйти, но так, чтобы рассматривать его как какой-то повседневный костюм на каждый день. Но я думаю, что и по стилю тоже, конечно, это не тот костюм. И топ к нему идет, он по другой ссылке, то есть можно брать отдельно. Он, конечно, тоже совсем такой очень синтетический, не внутри обработка швов масс-маркетовская, такая тяп-ляп, ну, совсем дешевого масс-маркета. Это эска. Бирок Zara здесь нет, но я не уверена даже, что это дизайн Zara. Не знаю, не видела, если честно. И здесь тоже тоненький ремешок, он застегивается на тоненькую пряжку, идет сверху вот так вот по области декольте, по области ключицы и рукав буф с резинками. Я не в восторге от качества, но классный цвет и так вот эффектно выйти куда-то, конечно, в таком комплекте можно. И еще в этом магазине я брала джинсы. Шло, кстати, долго. Мне кажется, что шло около месяца. Я заказывала костюм и джинсы в размере 36, а какой это идет S или M, я не знаю. Сто процентный хлопок в составе. Размер вы найдете в описании к вот этим видео, так что обязательно проверяйте. Я потому что не помню, какой я заказывала. Мне кажется, S заказывала. Выглядит большим. Они, джинсы, выглядят большими. Но они должны быть актуального кроя на низкой посадке, на такой немножечко спущенной. Я, конечно, не очень люблю этот тренд. Мне все-таки нравится высокая посадка, у меня не такие длинные ноги, чтобы их еще уменьшать себя по росту. Так что я с этим трендом не особо экспериментирую, но посмотрим. Я бы хотела все-таки, чтобы они сидели на высокой посадке и были просто такими расклешенными. Мне очень нравится цвет. Безумно красивый цвет вареного денима на лето. Просто супер. У них еще по низу бахромушка, это тоже очень актуально. И разрезы по бокам с внешней стороны, получается, ноги. Как они сядут на меня, как они мне по размеру подойдут, я обязательно где-нибудь напишу. Либо в описании под видео, либо, может быть, по экрану пущу. Не всем, правда, это интересно, удобно читать. И, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я еще более подробно публикую обзоры, рассказываю, как мне по посадке вещь, как она в носке. Если я ношу ее уже достаточно долго, так что обязательно подпишитесь в телеграмм «Али Визрон». И давайте будем какие-нибудь костюмы распаковывать. Начинаю вот с такого костюма. У меня сегодня здесь будет несколько. Первый, вот из плотного хлопка в рубчик. Очень приятная фактура у ткани. Это магазин «Муирум». Очень люблю этот магазин за качество. Здесь корейский, так называемый корейский дизайн. Минималистичный, классный. Хорошее чаще всего качество, но бывает маломерие. Так что надо смотреть, и по ростовке тоже не всегда на высоких, конечно же, эти вещи подходят. Но этот костюм, я думаю, подойдет и на 170 рост. Хотя, мне кажется, я взяла «Му». Вот так вот была проложена картонкой футболка. У нее есть еще бирки вот такие вот красивые. Размер не вижу пока что. Но сейчас гляну внутри здесь в шве. Может быть, он пришит? Нет, не вижу. Мне кажется, я «Му» заказывала. И шорты, если честно, кажутся мне маленькими. У них резинка очень тугая. Она, конечно, тянется хорошо. Но она, возможно, будет просто оставлять такой след некрасивый. Посмотрим. Я тоже это где-нибудь обозначу. Шорты с карманами. Очень приятная ткань. И расцветка классная. Такой пыльный лавандовый цвет. Он не baby pink, он не фиолетовый. Он необычный. Здесь еще очень миленькая собачка. Вышита на футболке с левой стороны на груди. Больше, кроме этой собачки, здесь нет никаких признаков декора, элементов какого-то супер дизайна. Так что очень минималистичный крой. Плотный костюм. Он практически не мнется. Опять же, по-моему, такой я тоже когда-то показывала уже, но в другом цвете. Это популярный костюм на Али. И есть за что. Качество хорошее. Дальше мы будем смотреть посылку из магазина Inflation. Начну я с футболки. Она шушит, и потом я вам расскажу. Хотя, мне кажется, про Inflation и так все знают. Особенно фанаты Али. Те, кто на Али давно. Те, кто любят фабричный Алиэкспресс. Все знакомы с магазином Inflation. Если вы еще не знакомы, обязательно заходите и познакомьтесь. Здесь классная одежда для мужчин. И для девушек тоже. Она, как правило, унисекс. Она такая немножечко, я бы сказала, дерзкая. Потому что здесь много спортивных костюмов. Здесь много такого с броским дизайном, с какими-нибудь светящимися элементами, с необычными принтами. Молодежная одежда. И для мужчин, и для женщин. Футболку я взяла и себе, и мужу. Но почему-то для мужа еще она не дошла. Так что я показываю только для себя. Для мужа, видимо, потом вам покажу. Муж я взяла М. У него обычный размер М. Себе взяла С. Вот здесь отзывов очень много, так что можно посмотреть. Она супер оверсайз. Как вы видите, эска, она не маленькая абсолютно. Она очень большая. И в этом фишка этой футболки. И еще фишка, конечно же, в расцветках. Безумно красивый, лазурный цвет. Но расцветок очень много. Правда, и разбирают. Особенно если это видео выйдет после распродажи. Я, конечно, боюсь, что не останется уже ничего. Ни размеров, ни расцветок. У них это частая проблема. Не знаю почему, но, видимо, просто много берут. И мало отшивают. Стопроцентный хлопок. Не помню, сказала я это или нет. Идеально ровные швы. Очень хорошее качество. Эска, мне кажется, и мужу даже на М-ку подойдет. Но я буду носить сама эту футболку. Мне она очень нравится. И еще я взяла костюм. Костюм себе я взяла в лавандовом цвете. Вот такой сиреневый. Самый модный в этом сезоне. Вэри-пери. Здесь также есть мужские варианты. Мужу я выбрала... Какой я тебе выбрала цвет? Ты помнишь? Я не помню уже. Какой-то яркий, по-моему, тоже выбрала. И вообще хотела взять розовый. Но розовый муж отказался. Это эска. Мужу взяла М-ку. Опять же, покажу вам в следующих видео. Здесь необычный крой у джогеров. Они не зауженные, не на резинке, не на манжете. А вот с такой вот кулиской. Благодаря вот этой кулиске все равно их можно заузить. Но она, правда, тут будет вот так вот торчать, болтаться. Но в любом случае можно их как бы подкатать. И здесь еще в шве пришита какая-то бирка. Здесь что-то написано. Hill the world. Ну, в общем-то, да. Какие-то красивые бирочки. Тоже как элемент. Просто как акцентный дизайн. И эти джогеры на резинке. Они, кстати, выглядят достаточно большими. Это эска. Сзади у них есть карманы. Спереди тоже карманы. И веревочка серого цвета. Достаточно плотный материал, но петельчатый. То есть здесь нет начоса. Это не зимний вариант. Все-таки такой более демисезонный для уральского лета. Сейчас мы толстовку посмотрим. Ой, толстовка тоже огромная. Это эска. Да, она очень большая. Но, опять же, я говорила, что отзывов много. И мы при выборе размера ориентировались именно на отзывы. Мы видели, что все пишут, что они очень большие. Такой крой просто супер оверсайз. Так что для любителей. 50% хлопок. 50% полиэстер здесь в составе указан. Хорошее качество. Двойной капюшон. Такие же серые шнурки. Рукав на манжетах на резинке. И толстовка с карманом кенгуру. Без всяких излишних декораций. Никаких здесь бирок цветных торчащих нет. А, нет, есть одна. Тоже здесь есть. Такая же, как на брюках пришита. Очень красивый цвет. Мне нравится. Дальше хочу посмотреть еще одну пару обуви от BOTODAY. Здесь, как всегда, сертификаты. Полустельки. Если обувь вам не подошла по размеру, либо она вам не очень удобная, то можно использовать. Сандалики. Гладиаторы. Каждый в своем пыльнике. Кстати, пыльники здесь не желтые. Вот те самые красивые. И коробка другая, не черная, а голубая. Всегда по-разному. BOTODAY бывают и разные пыльники, и разные коробки приходят. Не знаю, от чего это зависит. Вот такие вот сандалики на массивной подошве. Имеют вес, то есть они не суперлегкие. Здесь на подошве такая надпись. C-Goyer. BOTODAY есть надпись на стельке. Неплохие сандалии по исполнению. Я, конечно, думала, что они будут все-таки более легкими. Но я сама тяжелую обувь люблю. Эти сандалии я взяла в размере, надо будет посмотреть, либо я их маме брала, либо себе. Я уже не помню. Мне почему-то кажется, что вот эти я взяла маме в 39-м. Но я проверю, потому что здесь почему-то нигде не сказано про размер, ничего не вижу. Ни на подошве, ни внутри с обратной стороны размера здесь не стоит. Но мне кажется, они большими. Они были еще в черном цвете и полностью в бежевом. Мне нравится, что у них подошва не отличается от основания. Это натуральная кожа, естественно. Она мягкая, она вот так вот пластичная, гнется, не будет давить. Ноге будет комфортно. И можно здесь еще ремень отрегулировать по обхвату. Кстати, очень удобно, что он на липучке. Не нужно будет каждый раз здесь продевать и его застегивать. Это суперудобно. Мне они нравятся, они классные. У них цвет очень приятный, он не теплый. Это такой холодный бежевый. И к этим сандаликам распакуем вот такой костюм. Мне кажется, он к ним классно подойдет. Костюм брючный, но с шортами. С шортами-бермудами из плотной ткани. Вески. Внутри очень хорошая обработка швов. Вот так вот контрастной бейкой все прошито. Пояс вернее. Ну, дальше идет оверлок. Хорошая пуговица, хорошая молния. Подкладки здесь нет. Есть стрелки, которые нужно будет отглаживать. С отпаривателем у меня всегда со стрелками беда. И я сейчас посмотрю жакет. Жакет в костюме это главное. Мне кажется, что в шорты я еле войду, либо вообще не войду, но после all-inclusive турецкого как-то с этим будет сложновато, наверное, мне. Вот такой вот жакет. Я его распаковала. Он тяжелый. Он с подкладкой. Есть подплечники. Подкладка неприятная. Она синтетическая, шуршащая. Но я думаю, что сам по себе костюм сядет хорошо. Он плотненький. То есть шорты из такого тонкого все-таки материала. А блейзер кажется прям сильно плотным. Не знаю, за счет подкладки это так получается. Либо за счет чего. Прям кажется намного плотнее, чем шорты. Это тоже эско. Очень красивый песочный цвет. Опять же, он не теплый. Он все-таки ближе к холодному, мне кажется. Красиво сделаны лацканы неплохо. То есть здесь нет ничего, никаких торчащих ниток или чего-то неровного. Сшито очень хорошо. Но нужно все это привести в надлежащий вид. Отпарить хорошенько. Карманы здесь не зашили. Но это и хорошо. Мне нравится костюм. Неплохой. Дальше мы посмотрим два костюма с университетской символикой. Это сейчас очень яркий тренд. Костюмы, свитшоты, худи. Любые на самом деле вещи с такой активной вышивкой какого-нибудь университета. Вот здесь вот Ельского университета. Белый костюм с футболкой и с шортами. С бирками Zara. Но очень тонкий, правда. Я бы хотела, чтобы был плотнее. У меня был в прошлом году подобного плана костюм тоже Zara. С Алиэкспресс, естественно. Но не с университетской символикой, а с брендом Everlast. Сто процентный хлопок здесь в составе. Но очень супер тонкий. Так как белый цвет, он, конечно, будет просвечивать очень сильно. И футболка с шортами, она из разных материалов. И не знаю, я, если честно, мне не очень нравится качество вот этого костюма. Ну, давайте второй посмотрим. Может, он будет получше. Ель. Ель мы убрали. Уволили. Открыли. Беркли. Беркли тоже у нас из футболки и шортиков. Тоже тоненький. Это М. Она все-таки немножечко маломерит. Мне кажется, что не тот размер, который был бы в масс-маркете. Но вот серый костюм мне больше нравится. Шорты прям приятные. Если здесь был выбор отдельно брать футболку и шорты, то вот шорты я бы могла порекомендовать. Они приятные. Они из ткани меланж. Здесь петелька с обратной стороны. Вышивка здесь хорошо пришита. Защищена. Есть бирки Зара. По размеру маломерит. Но я думаю, М ко мне подойдет. Это коротенькие шорты. А вот футболка очень тонкая. Она, мне кажется, это такой как домашний комплект больше. Я бы это не носила где-то в городе. Как повседневный вариант. Мне кажется, это вот такой вот для дома. Больше пижамный костюм. Дальше смотрим вот такую синюю рубашку. Тоже из магазина Муэру. Нашего любимого корейского магазина. Здесь вот так вот проложено все бумагой. Картонкой. Очень необычная рубашка. По ней было непонятно на фотографиях, что это вообще. Как это на ощупь. Но на ощупь это приятно. Вот такая вот бирочка большая. Люксионт. Это размер М. Здесь, скорее всего, был М и Л. Он больше такой как фрисайз. Идет все-таки. Так как эти вещи достаточно свободные по посадке. Она будет оверсайз. Она, я думаю, отпарится легко. Очень надеюсь, что мяться не будет. Здесь всего лишь две пуговицы. И выглядит она на самом деле как ночнушка. Как рубашка от пижамного костюма. Но я думаю, что с ней можно посоставлять классные комплекты. Носить ее на какой-нибудь белый топ поверх. Либо можно на какой-нибудь корсет даже нарядный. Попробовать надеть ее. Ну, такой неплохой вариант. Разнообразить свои повседневные образы такой вот яркой деталью. Ярким цветом. Си не актуален до сих пор. И в следующем сезоне он тоже будет актуален. Так что можно обращать на него внимание. Здесь еще такие вот болтаются веревочки. Их не обязательно завязывать. Пусть они просто болтаются. Немножечко бомж стайл наш любимый. Дальше мы смотрим яркий апельсиновый костюм. Классно он будет с тапочками желтыми от BOTODAY. Которые я вам в начале распаковки показала. Но вообще такие брюки, когда они длинные. Если они доходят до пятки, то с тапками, либо с обувью слинкбэк неудобно носить. Потому что брючина всегда западает под пятку. И ты, получается, на нее наступаешь при ходьбе. Так что это вот такой момент. Хочется всегда надеть длинные брюки с тапками, с вьетнамками. Но это неудобно. Потому что ходить так в итоге не можешь. Это эска. Очень тонкие брюки. Но я думаю, что они хорошо все-таки сядут на фигуры. Потому что у них хорошая струящаяся ткань. Здесь есть вытачки сзади. Просвечивать они, конечно, будут. Здесь надо подумать, какое белье надеть под них, чтобы его не было видно. Но в целом они такие вот неплохие. Не могу сказать, что ужасные. Нормальные за эту цену. Это тангада. И наверняка этот костюм стоил в районе тысячи. Ну, тысячи за каждую позицию. То есть где-то там две с половиной, наверное. Наверное, блейзер стоил около полутора. И брюки около тысячи. Обычно такое ценообразование идет у тангады. И вот такой вот жакет. Тоже тонкая ткань очень. И внутри подкладка тоже не очень хорошая. Синтетическая. Бирки индефир. Не за ростопоцентный полиэстер в составе. Есть подплечники у жакета. Жакет с легкой приталенностью. И удлиненный. Не знаю. Пока не могу сказать. На самом деле мне пока не нравится по ткани. Но, возможно, если это отпарить и посмотреть, как это на фигуру вообще сядет. Возможно, мне понравится. Я где-нибудь тоже напишу. Итоги записывать. Я знаю, что все очень, конечно же, просят. Но это просто для меня дополнительный день съемок. И тогда просто меньше будет выпусков. Я меньше буду успевать. Мне еще нужно ввести телеграм-канал. И другую соцсеть. И сайт. И все это наполнять. И описание. Я и так работаю практически без выходных. Ну, в смысле, снимаю видео. Вот. Поэтому с итогами пока сложно. Если получится, то, конечно же, я постараюсь. Дальше мы смотрим мужской комплект. У меня здесь мужские брюки. Джогеры спортивные. С интересным принтом. Нам нужно узнать, что такое любовь. Я не знаю, будет у меня муж вообще такой носить или нет. На самом деле это очень crazy вещь. Кстати, эти тренинги я взяла в размере Эли. Мне кажется, вот сейчас по виду, что они будут ему большие. У меня у моего мужа обычный размер М. В масс-маркете. Российский 48-й. Ну, мы обязательно примерим. Вернее, он примерит. Классные тренинги. Мне нравятся. По качеству прикольные. Есть бирка Zara. И, кстати, она, по-моему, оригинальная здесь. Потому что вот есть такая длинная. Ну, нет. Длинная не Inditex бирочка. Не оригинальная Zara. Хотя мужское обычно бывает то же самое, что в магазине. Но не в случае вот этих вот конкретно джогеров. И к ним с таким же принтом необычным есть джинсовка. А вот джинсовка классная. Ну, тут такой вот ананас. Винит арт. Нам очень нужно искусство. И счастье это не то, что ты можешь описать словами. Вот такая вот джинсовка интересная. В бежевом цвете с яркими принтами. В таких красно-черно-синем цвете. Ну, в общем-то, необычные джинсовки вот такие вот мужские. Могут и девчонки себе такие выбирать. Если вам очень нравится вот этот вот принт. Вот эти надписи. Это размер L. Большая она будет. Я думаю, даже мужу будет большая. У нее есть торчащие нитки. Качество здесь не могу сказать, что восторг. Такое вот. Ну, не очень хорошенькое, но нормальное. И напоследок я оставила вот такую сумку. У меня здесь просто надутая такая вот батарея. Сумка очень хорошо упакована. Так что я уверена, что она никак не повредилась. Сейчас я распакую. И мы вместе посмотрим. Внутри у нее был еще слой пупырки. Еще один пакет. И пыльник очень тоже большого размера. Такой прям чехол плотный. Вот она, та самая сумка. Просили меня девчонки ее найти. Я иногда оставляю окошко, где спрашиваю, что показывать. Что найти. Что из брендов показать вам. Как выглядит в реальности. И заказываю потом, исходя из того, на что было больше всего запросов. Так вот, на пляжные и холшовые сумки, сумки под бренды, именно под этот, было очень много желающих взглянуть. Но мне она на самом деле самой нравится. Хотя такая сумка, по-моему, в оригинале, она, ну как сказать, недорогая. По сравнению, там, со всеми остальными, она, по-моему, стоит 120 в оригинале, если я не ошибаюсь. Что-то в районе того. То есть не за 200, не за 300. Но на Али, конечно же, намного дешевле. Она стоила 6 или 7, ну около 100 долларов. Это такая, на самом деле, обычная цена для вещей под бренды. 100 долларов, либо около того. Ну, это такое будет качество, не ААА, но надо посмотреть. Здесь написано, нельзя есть. Это вот не арома Саше, а, видимо, влагопоглотители. Больше внутри ничего нет. Нет никакой дополнительной косметички, дополнительного отделения. Есть только нашивка с брендингом Saint Laurent, Made in Italy и карман на молнии. Внутри такая же холщовая, плотная ткань. Ткань мне, кстати, очень нравится. Она на ощупь прям супер приятная, плотная. Ее можно будет отпарить, она будет выглядеть еще получше. Дно здесь не жесткое, то есть там нет никакой кожаной подкладки, кожаного дна нет. Ничего такого подобного нет. Я не знаю, как должно быть в оригинале, но это хорошо, потому что ее можно сложить и убрать в чемодан. Вот в таком вот виде. Вы потом ее просто достанете, чем-нибудь проложите, либо отпарите. И если вы берете ее в отпуск, то во влажном климате она у вас отлично расправится. Мне нравится, как она сделана. Надпись здесь нанесена сверху принтом. Мне кажется, в оригинале так же должно быть, то есть это какая-то наклейка. И ручки из кожи. Застегивается она на одну кнопку. А, нет, не на одну. Здесь тоже она вот так вот застегивается по бокам. Да, тоже вот так вот можно ее застегнуть. Хорошее качество, мне нравится. Аккуратненько сделана. И упаковка просто супер. Этот продавец не делает фотографии на свои товары. То есть это скрытые ссылки на Алиэкспрессе. Но у него есть сайт, где можно подробно посмотреть и другие вещи, и эту вещь изучить, и связаться с ним. Я вам все в описании добавлю. И в телеграм-канале также тоже продублирую. У нас получилась летняя яркая распаковка. Надеюсь, вам понравилось, что я вам сегодня показала. Обязательно напишите в комментариях, что нравится вам больше всего. И на что сейчас больше обращать внимание. Возможно, вы уже ждете осень или пуховики к зиме. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Скоро к вам вернусь и покажу еще что-нибудь интересненькое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok